Евгений Панов, первый глава сельского поселения Совхоз имени Ленина, уделял большое внимание развитию спорта, в первую очередь детского. В 2002 году Евгения Панова не стало. Шесть лет назад его памяти посвятили турнир по мини-футболу. С тех пор расширились и границы соревнований, и количество видов спорта увеличилось. Сейчас это больше спартакиада. Традиции, заложенные Евгением Пановым, и сейчас очень актуальны, а потому в сельском поселении Совхоз имени Ленина спорт и физическая культура развиваются активно. Проводится немало соревнований по разным видам спорта. Особенно ценно то, что к занятиям привлекаются дети. Для них работают секции и кружки. На торжественном открытии соревнований было отмечено, насколько важны такие мероприятия для развития спорта в целом. Ведь именно здесь может раскрыться талант будущего великого спортсмена. Это развитие детского спорта, это развитие будущего и большого спорта. Потому что все пришли когда-то с маленьких турниров. Я начинал заниматься самбо. Так соревнования проходились, первенство небольшого поселения Бакшеева. А потом уже в 19 лет был мастером спорта Советского Союза. И я помню ту грамоту, которую мне вручили, когда я выиграл этот турнир. В рамках проведения турнира в течение недели проходили матчи по мини-футболу. Желание принять участие в соревнованиях выразили 38 команд в четырех возрастных группах. Все команды боролись. Очень интересный турнир в этом году прошел. Такой напряженный. По сути, проходных матчей не было. У нас маленькие дети. У нас первый год занимаются. Тоже прошли в полуфинал. Немножко тяжело им. Но ничего страшного. У нас все еще впереди. Первыми на поле выходили самые юные участники. Так сложилось, что за выход в финал на одном поле встретились пираньи 2006 и их товарищи по секции на год старше и опытнее. Ребята 2005 года рождения уже не раз принимали участие в соревнованиях районного и областного масштаба. А в этом году стали серебряными призерами первенства России по футзалу. Они не давали шансов соперникам забить мяч. Зато сами активно атаковали ворота. Соперники были очень сильными. Мы первая группа, а они вторая. Мы не могли их обыграть. Еще один командный вид игры с мячом – волейбол. В рамках турнира соревнования проходили среди женских и мужских команд. Всего 13 сборных. Среди них и постоянные участники турнира и новички. У Круг Д мужская команда из Домодедова уже встречалась с соперниками из Ленинского района на первенстве. И эти соревнования – еще одна возможность набраться опыта и мастерства. Теннира интересный. Хотя, к сожалению, однодневный. Так быстро проходит. Но довольно-таки интересные команды. Сильный уровень. В общем, посмотрим, кто победит. Вот так, в принципе, очень понравилось. Интересно. Ну, так будем, я думаю, в следующем году второй раз приедем. Ну, и, может быть, так регулярно будем приезжать. Состязания по настольному теннису спорта индивидуалов объединили взрослых опытных спортсменов. Более 20 мастеров пинг-понга в течение дня боролись за кубок. Самым старшим участником соревнований стал дядя Витя. Ему в апреле исполнилось 83 года. Но до сих пор Виктор Александрович может дать фору молодым. С настольным теннисом дядя Витя прочно связал свою жизнь много лет назад. У меня вся жизнь прошла. На работе еще играли, когда работал на заводе, в обеденный период. А потом уже несколько лет хожу сюда. У меня спорт. Все время. Я люблю это дело и до сих пор занимаюсь. Интерес к спорту и, в частности, к этому турниру возрастает год от года. А потому и рамки соревнований будут расширяться. Возможно, в будущем году в программе появится еще один пункт. Буквально недавно у нас проходил турнир по боксу. Буквально две недели назад. Возможно, в следующем году мы его приурочим к Панте Вигене Михайловичу Панову. Таких моментов очень много, которых можно было бы реализовать. В зависимости от того, какой будет интерес. Вот так за 6-7 лет из турнира местного значения по мини-футболу вырастает большая спартакиада. И, может, однажды на ней зажжется еще одна спортивная звезда. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.